если будете продавать что-либо ближнему своему или покупать что-либо ближнего своего не обманывайте друг друга по числу лет прошедших после юбилея покупаю ближнего твоего и по числу лет урожая он должен продавать тебе да то есть точно придерживаясь того сколько будет подзываться этой землей что значит по числу лет но я у тебя покупаю кусок земли для того чтобы обрабатывать его и жить с него этот кусок земли я у тебя могу купить только до любили юбиле до юбиле до осталось допустим 20 лет до юбилея я у тебя его могу купить на 20 лет ты мне не можешь его продать больше потому что ты не его хозяин этого куска и не меньше а почему не я хозяин а если хозяин тоже не может продать мне больше или меньше. Потому что не может эта земля быть больше, чем до юбилея, во владении другого. То есть 50? У человека появляется ощущение, что он пришелец на этой земле, что земля не его. Что вся земля творца, а у него это в аренду дана. Потому что в принципе земля олицетворяет собой наше желание. Эрец, рацион. Желание. То есть как я могу, если так, что это такое в внутреннем моем понимании? Как я могу свое желание продать? О, это очень просто. Конечно. Это ты можешь сделать с ним все, что угодно. Для того, чтобы правильный урожай с него получить. Но знай, что в итоге ты должен вернуть это творцу. Правильно исправленное желание. То есть я могу что хочу делать вот с этой мыслью, что все это возвращает, что это не мое. Да. Максимально используй. Но знай, что итогом должно быть возвращение этого желания в виде отдачи к Творцу.